итак всем привет уважаемые зрители моего канала сегодня я вам хочу рассказать о состоянии финансовом жители спартановки и жители тракторзаводского района и вообще о состоянии этих двух районов но они относятся к тракторному к тракторзаводскому району вот вот тракторный поселок и smartan у кого-то двух я вам расскажу как там люди живут какие у них доходы и подобных вещах я вам расскажу значит начну я свой рассказ издалека вообще что это тракторзаводский район из названия можно понять что это к тракторам имеет отношение производству тракторов трактор заводские значит производит трактора значит почему он назвался трактор заводским потому что там тракторный завод был построен в 1931 году, был построен ближе к Волге, от тракторного, от тракторозаводского района был построен тракторный завод. Его, значит, построили из, значит, сперва его собрали в Америке, этот завод, собрали, потом разобрали на судах, на речных и на океанских, доставили из Америки Волгоград, Сталинград он еще тогда назывался, в 1931 году назывался Сталинград, вот доставили в Сталинград на 71 корабле, по-моему, 71 большой океанский корабль пришел, ну, потом, конечно, перегружали в наши корабли, в эти, в речные корабли, с океанских кораблей, ну, вот на 71 американском океанском корабле доставили из Америки в СССР, в Советскую Россию, доставили в Сталинград на 71 американском корабле, вот эти вот все станки доставили, всякие там оборудования доставили для производства тракторов в Советском Союзе, в Сталинграде. В 1931 году построили этот тракторный завод. Конечно, там после Великой Отечественной войны еще немецкие станки появились на тракторном заводе, которые были экспроприированы из фашистской Германии, побежденные. Значит, там немецкие станки были, вот в этом Сталинградском тракторном заводе, назывался он СТЗ. Потом, когда переименовали в Волгоград, этот завод СТЗ, со Сталинградского тракторного завода, переименовали в ВГТЗ, Волгоградский тракторный завод. Значит, и, как вы понимаете, выпускали они много тракторов, чуть ли там не 10 тысяч тракторов в год выпускали, ну, или около этой, может быть, 5 тысяч тракторов в год выпускали, около вот этого значения выпуска тракторов. Значит, был очень крутой тракторный завод в 90-х годах он пришел в упадок в двухтысячных в 2010-х годах совсем развалился сейчас от него осталось как бы половина завода южное производство там еще производят для оборонки некоторые некоторые вещи производят для оборонки а трактор тракторное производство волгоградского тракторного завода в гтз полностью развалилась примерно в 2010 году то есть это около 13 лет тому назад полностью там все развалилась но может быть 12 лет тому назад может быть 2011 году ликвидировался этот тракторный завод и вот значит как вы понимаете на тракторном и на спартановке жили люди которые вот к этому тракторному заводу имели отношения и получили квартиры от тракторного вот этого предприятия тракторного завода в принципе вся спартановка построилась на деньги вот этого тракторного завода все вот эти 9 16 этажные дома 20 этажный дом сейчас вот есть у нас самые высокие вот все вот эти вот дома построились на деньги тракторного завода тут у нас где-то 100 домов 9 этажах 16 этажах на спартановке даже может быть больше чем 100 домов может быть 150 домов я так не считал не прикидывал но много тут домов 9 этажных 16 этажных вот все они были построены на средства тракторного завода но это я уже повторяюсь как бы это у меня уже пошли повторы и значит все кто жители этого тракторного спартановки они имели отношение к тракторному заводу это опять повтор и вот я хочу сказать какие сейчас доходы в 2023 году у среднего жителя спартановки и тракторного в основном это дети и внуки те кто работал на тракторном заводе но еще вот на алюминиевом заводе работали алюминиевый завод тут ближе к спартановке на спартановском он расположен холме ну не холме а этот на спартановском короче месте он расположен вот этот алюминиевый завод вот кто на алюминиевом заводе работала кто на трактор заводском на тракторном заводе работал вот их дети и внуки живут вот сейчас на спартановке на что они живут в основном тут на спартановке работы нету на тракторном тоже нету где вот можно работать на спартановке на тракторном но в местных магазинчиках каких-нибудь таких вот продовольственных типа магнита типа покупочки пятерочки вот в таких зал можно магазинах работать но там немного все население не может работать в таких магазинах и вот на что они живут в основном живут на пенсии своих родителей на пенсии своих бабушек дедушек в основном на это они живут от 25 30 летний 35 летние всякие там оболтуса живут на вот такие вот на пенсии потому что вряд ли они сами работают, потому что негде работать. Единственное, можно вот работать сейчас на баррикадах, ездить на троллейбусе, работать на заводе баррикады, на заводе Красный Октябрь. Вот можно на этих двух заводах работать. Ну, может быть, там кто-то и работает. Но там, опять же, я вот сколько смотрел, возвращаются с баррикад на троллейбусах, когда рабочий день заканчивается. С Красного Октября возвращаются. Там тоже какие-то взрослые люди возвращаются. Где-то по 55-65 лет возрастом. Там молодежи, как правило, не возвращаются. То есть там взрослые люди работают, такие уже престарелого возраста, предпенсионного. Ну, а молодежь сейчас, где она может работать? Вот в Диамансе, в ТРК 7 звезд. Там вот могут продавцами работать. Там, может быть, тысяча продавцов работает в этом большом супермаркете. Да даже не тысяча, может быть, 500-800 продавцов там работает. Не больше. Вот со всей Спартановки 800 рабочих мест на этом ТРК 7 звезд. Это вот на площади Дзержинского 1 называется ТРК 7 звезд. Такой торгово-развлекательный комплекс. Вот там может работать 800 человек. Из молодежи, я имею в виду. Ну, а как я вам уже сказал, я вам повторяю, в 2011-м, в 2010-м году завод развалился тракторный. Единственный завод, который остался на Спартановке, на тракторном, это алюминиевый завод. Еще вот такой хочу сказать момент. Когда вот вы будете гулять по тракторному поселку в вечернее время, после 6 часов, то вы там можете встретить местных куртизанок. Я вот как-то шел по улице и встретил одну такую местную куртизанку, которая меня сочла своим потенциальным клиентом, и она мне сказала такую фразу, когда я с ней на одном уровне был. Говорит, это, два уха, голова и два уха. То есть она намекала, что как бы она видит во мне какого-то клиента потенциального, который ее снимет за какую-то сумму денег, и деньги ей эти заплатят, значит, чтобы она могла эти деньги как-то на себя потратить. Но я как бы к куртизанкам не имею никакой тяги, я их ни разу в своей жизни не снимал, и мне они нафиг не нужны, эти все куртизанки, эти все женщины легкого поведения, мне они не нужны. Но вот я такой момент вам хочу сказать, что на тракторном есть вот такие вот куртизанки, да вот они и на Свартановке даже есть, стоят вдоль дорог в вечернее время, после 6, после 7 часов вечера, стоят и ждут своих клиентов. Там на машине их снимут, или как там их снимут, пристают там к водителям машин, машут им руками, чтобы их сняли. Ну вот я вам так рассказал. Значит, большинство жителей Свартановки, молодых жителей 25-30-летнего возраста, не имеют постоянной работы, как правило, живут на пенсии своих бабушек, дедушек, родителей своих живут на пенсии. Ну и вот такие вот в основном доходы на Свартановке. Ну мало кто работает на заводах, я опять же повторюсь, на Красном Октябре и на баррикадах работают возрастные только люди, 55-летние, 65-летние. Молодежь там не работает. Молодежь живет на пенсии своих родственников в основном. То есть вот сколько сейчас пенсия? Ну пенсия сейчас от 15 тысяч рублей, минимальная пенсия стариков, ну наверное до 30 тысяч, это уже считается большая пенсия. Вот от 15 до 30 тысяч рублей живут на такие пенсии, вот эти вот их возрастные 30-35-летние внуки и дети. Вот живут на такие пенсии. Вот я вам рассказал об их доходах, о строении вот этого Волгоградского тракторозаводского района, всего Спартановки и тракторного поселка. Вот рассказал вам то, о чем я знаю. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем бутбай. До новых встреч на моем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok